Северные районы Киевской области буквально усеяны вот такой вот сожженной техникой русской армии. Вот, к примеру, вот эту технику русская армия, по словам местных жителей, была сожжена самими солдатами и командирами, потому что она была неисправна. И поскольку времени на ремонт у них не было, они решили их просто подорвать. Они набросали туда всего разного. Фугасы там, снаряды, оставшиеся патроны. Все туда набросали и подожгли сами и ушли. Российские военные рыли окопы и строили блиндажи прямо возле дворов мирных жителей. После того, как украинские защитники выгнали захватчиков из Киевской области, Александр Петрович принялся разбирать строение. В блиндажах нашел украденные у людей вещи и просроченные российские сухпайки. Это все вагонкой было. Где ящик стоит, там все было вагонкой доставлено. Российские оккупанты больше месяца держали в страхе городки и села Чернобыльского района. Прятались, боялись, испугались. Ну что ж, куда деваться. Галина и Людмила – соседки. Работают на вахте в Чернобыле в 20 километрах от Припяти. Сначала полномасштабное вторжение российских войск в домах местных жителей нет света и газа. Большую часть вещей украли захватчики. Они вот заходят в дом, и если они увидят плазму, и все, ему нужна эта плазма, он ее забрал и пошел. И слова, естественно, не скажешь никакого. Машины они забирали. Или едет машина, или стоит машина. А они пришли и взяли. Прятались люди в заброшенных со времен Чернобыльской катастрофы домах. Этот маленький подвал стал спасением для десяти человек. Мы знали, что нас здесь никто не найдет. Дина Томилина дочка. Они туда-сюда на тех костылях. Тогда ее уже на тачке возили. А потом уже все, оставались дома. Что будет, то будет. По соседству Любовь Петровна вместе с мужем оборудовали в старом заброшенном доме печку. Здесь печем хлеб для наших солдат. Вы знаете, я говорила, как идут наши солдаты, то они даже смотрят по-другому на нас. Такие нежные взгляды, такие родные наши детки, молоденькие. А те враги, враги. А то враги, враги. Любовь Петровна со слезами вспоминает дни страшной российской оккупации. Женщину много раз допрашивали и забирали телефон. У нас на переходящей улице все ставили машины и поднимали крыши кузова, чтобы мы не считали, чтобы не видно было дороги. Ведь мы считали и передавали, сколько прошло машин, танков. Ночь сижу, считаю. И в полпятого, в пять еду, передаю. Люди в этом районе больше месяца жили под долами автоматов. У многих до сих пор нет связи с близкими. Не знают, живы ли они. Но все они верят в скорую победу Украины. Когда мы наших солдат увидели возле музея, там сразу они вышли. Мы сказали, слава Украине. Они говорят, мы украинские казаки. И мы так обрадовались. У нас слезы на глазах были. Так мы обрадовались им. Эти эмоции не передать вам. Это вообще, ну, эти эмоции не передать вам. Анастасия Жук из Киевской области. Специально для информационного марафона Freedom телеканала UA.